в кирове 6 минут 12 в эфире программа дневной разворот студии соня дёмина и николай голиков и тема у нас сегодня крайне интересная даже не знаю как представить у нас гостях сегодня михаил гельфанд российский био информатик михаил можно так называть нужно нужно да то ну прямо с первого раза угадал потому что список вот в википедии написано чего-то чего википедии как бы кто ж кто ж нынче верит википедии все же говорят тоже википедии это сплошная ложь и обман вот и михаил сегодня вечером выступает в политехническом институте нашим в лет в программе лекции политехническом нашем опорном вузе выступает с лекцией с интересным названием про генетическую санта-барбару человечества вот мне понравилось значит сразу когда читаешь такой заголовок один человек становится приятен да михаил что это за санта-барбара и с чего вдруг ну подробности то вечером но в общих чертах что так история следующая что есть вот как нас учили в школе и вас наверное тоже если вы помните да что вот были там обезьяны потом обезьяны человека потом неандертальцы а потом уже мы на самом деле на так учили да вот на самом деле ничего подобного неандертальцы не были нашими предками это сестринская группа параллельная они отделились от остального человечества там где-то полмиллиона лет назад ушли из африки в европу мою азию потом а потом из африки вышли уже собственно наши предки и с неандертальцами скрещивались а там еще какие то были вот еще что еще были денисовцы про которых вообще никто не знал до последнего времени и они известны только из одной пещеры на алтая но сейчас еще на тибете нашли челюсть значит тоже денисовцы по-видиму то есть мы потомки не от одного как они на ветке а целого смотря смотря кто мы вот мы здесь сидящие да у каждого из нас в геноме в нашей днк примерно два процента фрагментов от неандертальца а скажем если бы кто-нибудь из нас был африканцем то ничего такого бы не было то есть вот у европейцев и предки европейцев и азиатов с неандертальцами скрещивались а в африке они скрещивались просто не было то есть они уже ушли оттуда они оттуда к то времени уже ушли да и вот оказывается что все это можно изучать просто глядя на геномы там современных людей древних людей ну вот это и санта-барбара там много кто с кем скрещивался в общем там там сюжетные линии очень забавны расскажите пожалуйста вот вы биоинформатик для меня мне это ломает немного голову как это так биологии информатика в одном слове что что такое биоинформатика биоинформатика это способ заниматься биологии при помощи компьютера и фишка там в том что люди научились биологи такие настоящие экспериментальные биологи где-то на самом деле уже довольно давно научились генерить очень много данных про то как клетка устроена как там гена работают там как белки взаимодействует друг с другом и оказалось что вот когда их стало столько то заниматься этим там в тетрадке или 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 в уме просто не получается потому что не помещается и оказалось что есть очень много интересных вопросов ответы на которые можно давать анализируя эти данные в компьютере вот эта биоинформатика этим и занимается в каком смысле это не наука это набор приемов это так как электронная микроскопия не наука вот а кроме того оказывается что опять таки когда у нас столько много всего то мы можем что-то говорить и про эволюцию ну и скажем то еще мы начинали да вот эта вот история про денисовцев неандертальцев и кроманьонцев то есть нас это на самом деле как раз тоже биоинформатика потому что вот эти два процента их вычислили то есть можно предъявить пожалуйста если там определить чей-то геном то можно в нем просто показать там маркером значит где его неандертальские фрагменты вот но реально это вот тоже результат компьютерной обработки этих данных ну вообще вот так вот как я насколько читал хотя специально никогда естественно этим не интересовался как я думаю большинство наших слушателей кстати для слушателей наверное надо сказать номер нашего телефона 211 111 какие-то вопросы по ходу беседы возникнут михаилу я думаю что он ответит со всем что связано так скажем с биологией с эволюцией но с эволюционными процессами и так далее телеграм-канал а которому есть обсуждение и вы можете писать нам в телеграме если не хотите звонить допустим вот смотрите опять же вот этот компьютер насколько я понимаю да позволяют ученым часто биологам не просто там скажем складывать умножать и вычитать и еще и моделировать да вот и процессы которых мы условно грязать не можем да ну да то есть как бы рисовать ну примерно условно говоря что вот смотрите моделировать процессы о которых мы знать не можем это занятие немножко эзотерическое потому что мы тогда и проверить эти модели не сможем ну как бы это немножко это немножко все-таки как-то вещь себе получается что реально можно делать можно там строить модели какие-то там я не знаю там дифференциальное уравнение писать пожалуйста можно просто буквки сравнивать вот в геноме геном это же там 33 у человека три миллиарда нуклеотидов эти просто длинная длинная строка фактически соответственно можно сравнивать эти строки там у разных людей у разных живых существ там у современных людей неандертальцев у современных людей и кишечные палочки кого угодно вот но как раз фишка состоит в том что там какие бы модели мы не строили в конечном счете мы пытаемся ответить на те вопросы которые интересуют биологов и после того как мы на эти вопросы отвечаем приходят биологи с пробирками и начинают наши ответы проверять на опыте уже да просто просто ставить эксперименты да и в этом смысле биоинформатика такая наука очень рискованная потому что значит ты понимаешь что в тюрьме где-то за углом стоит биолог если что-нибудь сказано что он это проверит нет правильно что он их проверит но опять таки смотрите вот вы как бы ну зная вот как модифицируются вот эти наши геномы да как это происходит определенные какие-то законы все равно есть да есть то есть вы можете ведь не только заглядывать в прошлое вот как мы говорили про тех же неандертальцев сам и денисовцев условно говоря да можете немножко смотреть будущее то есть предположим там вот ту же кишечную палочку в школе она упомянута да они же тоже у них происходят к этой эволюционные процессы да вот у всех бактерий происходит эволюционные процесса они прямо ваши collar силой и прямо на наших глазах там в течениеAB holy tesna мутирует до такой степени что и вообще все наши лечение становится нипочем да если вернуться к тем же бактериям и тесто не одного поколения одного поколения человечество да на не знаю вот я просто имею свою жизнь условно говоря которая у меня начиналось когда еще практически не было условно говоря наших антибиотиков широком таком спектре один пенициллин был, да? Не-не-не, погодите. Было, конечно. Но мы с вами примерно ровесники. Мне около 60, по-русски говоря. Ну, а мне 50, сейчас скажу. Ага, хорошо. Сейчас это широчайший спектр антибиотиков, но, опять же, практически ни один из них уже не действует на бактерии. Ну, это все-таки немножко слишком сильное утверждение, но правильный ответ – да, что действительно бактерии приспосабливаются очень быстро к антибиотикам, которые мы пытаемся применять. И спектр антибиотиков, он как бы меняется. На самом деле, он меняется сейчас уже не очень сильно, потому что таким чисто экономическим следствием этого является то, что фармацевтическим компаниям невыгодно делать новые антибиотики, потому что расходы на разработку большие, да, а реальное время жизни, то есть, когда он эти расходы отбивает, это там 10-15 лет. 10-15 лет, да. И действительно, сейчас очень много инфекций, вызываемых бактериями устойчивыми, самыми разными, причем, да, там устойчивость к антибиотику может прорабатываться у самых разных бактерий. Вот одна из вещей, которые было, скажем, непонятно, когда такие массовые исследования не начались, вот анализ геномов, насколько часто бактерии обмениваются генами. То есть, вот эти гены, которые определяют устойчивость к антибиотикам, они же возникли не сейчас, они возникли до всяких антибиотиков, ну, вот только нет, они возникли одновременно с антибиотиками, но до того, как человечество их начало применять, потому что антибиотиками бактерии друг друга травили и разные микроорганизмы, там, миллиарды лет до всякого человека. Человек не изобрел антибиотики, человек открыл антибиотики, они всегда существовали. И там в почве эти бактерии друг друга травили. Соответственно, у них были какие-то механизмы защиты, потому что у кого не было механизмов защиты, тот и помер. До нас не дошел. То, что я сейчас сказал, это на самом деле чисто эволюционное утверждение, это вот чистый дарвинизм. Просто проиллюстрировать, насколько эволюционные соображения могут быть, с одной стороны, простыми, а с другой стороны, полезными. А дальше, значит, апатогены, которые вызывали болезни, они не соревновались друг с другом. Почему бактерии делают антибиотики? Потому что они пытаются убить других бактерий, потому что они им конкуренты. А патогены не конкурировали с другими бактериями. У них была совершенно отдельная экологическая ниша. Они жили не в почве, а в нас. В человеке, скажем так. Ну, там, в человеке, в животных, в ком угодно. Соответственно, у них этих приспособлений не вырабатывалось за ненадобностью. У них там были другие приспособления, как убежать от иммунной системы. Это там отдельная красивая наука, бог с ним. А когда появился новый фактор отбора, когда вот наши патогены встретились с новым фактором отбора, когда человек начал применять антибиотики, у них выработались эти приспособления. Как они выработались? Они просто хватили гены, которые позволяют... Ну, которые обеспечивают устойчивость к антибиотикам, они просто хватили от почвенных бактерий. То есть они подзаимствовали. Да, и вот этот вот процесс, он называется горизонтальный перенос. Вот то, что в мире бактерий перенос генов между разными видами, часто очень далекими, встречается очень-очень часто. Ну, это вот вещь, которая выяснилась как раз не экспериментально, а выяснилась, когда у нас просто появились геномы, и мы эти кусочки, которые у разных бактерий совпадают, мы их просто глазом увидели. То есть, Семен, вот когда уже появилось, нужно проанализировать эти геномы, да? То есть тогда вы увидели, что вот эти целые фрагменты, они как бы, ну, по-русски говорят, заимствованы. Да, да, так и есть. Они ровно заимствованы. Ничего себе, это похоже на какое-то дистанционное обучение. Ну да, типа того. Мы сделаем сейчас буквально 20 секунд перерыв, да и продолжим, потому что по бактериям еще не все сказали. Продолжается дневной разворот. У нас в гостях Михаил Гельфанд, биоинформатик, доктор биологических наук, и завтра будет... А, нет, не завтра. Сегодня. Сегодня будет лекция в политехническом нашем университете. Давайте еще скажем, что 5 часов на всякий случай. Да, 5 часов вечера, да. Вход свободный. 5 часов вечера. Аудитория 128 в главном корпусе. Да, но также в субботу была открыта лабораторная, где Михаил Сергеевич нам пояснял наши ответы неправильные и правильные. Потом была лекция в галерее прогресса, которая очень интересная была. Еще более бурное обсуждение было после лекции. Вот, потом вы были у нас в открывашке, значит, в воскресенье. Сегодня вы здесь, и потом вы пойдете на лекцию в политехнический. Расскажите, пожалуйста, вот вы так много сил прикладываете к популяризации науки. То есть, почему вы считаете, очевидно, так, что люди, которые далеки от науки в своей повседневной деятельности, то есть перекрещиваются только на уровне бытового пользователя, должны понимать, должны разбираться? Ну, потому что, на самом деле, понимание того, как устроена биология, зависит довольно много повседневных решений. Вот Николай оговорился в предыдущем блоке, что я, естественно, как всякий человек, про биологию ничего не знаю. Вот это, на самом деле, неестественно. Потому что там тот же вопрос про антибиотики... Я имел в виду биоинформатику. Хорошо, извините. Да ничего нормального, нормального. Про биологию я тоже немного знаю, да. Вот. Нет, про биологию, на самом деле, знаете, судя по вопросам, довольно прилично. Вот. Там те же антибиотики. Их бессмысленно применять при вирусных заболеваниях. Потому что антибиотики — это то, что действует на бактерии, и это не то, что действует на вирусов. Ну, вы знаете, вот опять же... Тем самым, и это биолог... И это, и это, сейчас полминутки, да, и это как бы биологическое утверждение. Чтобы там это понимать, ну, надо немножко знать, там, как вирусы устроены, я не знаю, как бактерии устроены. Как раз хотел сказать о том, что вот разница между бактериями и вирусами, мне хорошо в детстве книжка попалась, да, ничто или ничто она называлась, где как раз рассказывалось, кто или что такое вирус. То есть там, так как нет ДНК как таковой, то, соответственно, это еще... Там РНК. Бывают разные вирусы, бывают ДНК, и бывают ДНК, и не так существенно. Ну, суть в том, что как бы люди просто не понимают разницы, поэтому когда у них поднимается температура, они первым делом идут в аптеку и говорят, дайте мне антибиотик покрепче, типа того, да. И просто чтобы договорить про антибиотики, на самом деле вот эта история с лекарственной устойчивостью, с устойчивостью к антибиотикам у бактерий, это вещь, которая была известна еще до того, как пенициллин начали массово применять. Вот, сэр Александр Флеминг, который открыл пенициллин и там в 43-м году, по-моему, получил за эту Нобелевскую премию, он в своей лекции предупреждал, что не надо использовать пенициллин поверхностно, то есть вот недостаточно, не пропивать курс полностью, не надо использовать пенициллин там, где он заведомо не поможет. Вот все это было понятно. И мы, сколько там, 60 лет, да, 70 уже, делали ровно наоборот. Поднялась температура, пошли купили пенициллин. Что еще хуже, на самом деле, там скот подкармливают на фермах антибиотиками, считается, что он от этого лучше растет. Да, и подкармливают, в том числе, антибиотиками, которые реально используются для лечения людей. Если мы вспомним, как появляется устойчивость, она появляется, когда патогенные бактерии встречаются с почвенными бактериями, и у них заимствуют эти гены. Где этому проще всего произойти? В корове. Ну вот, да. Вот, то есть, на самом деле, опять-таки, вот, про важность понимания биологии, уже даже, и именно эволюционной биологии, уже не одним конкретным человеком, а, там, обществом в целом. Вот вся история про то, как человечество обошлось с антибиотиками, она ужасная, потому что у нас была совершенно потрясающая вещь в руках, и мы ее спалили бездумно. Мы все. Ну вот, сейчас, кстати, это осознанно, да, сейчас, скажем, на фермах и в Америке, и в Европе антибиотики запрещают применять, но это буквально событие, там, последних 10 лет. Ну, судя по тем анализам, которые они допубликуют, у нас это продолжается практика. Ну, молодцы, чё. Видимо, это уже не приветствуется, потому что органы, когда находят, там, проверяющие органы находят. Ну, еще есть большой, великий Китай, где уже никто ничего не проверяет, особенно. Ну, там, за стеной, так же, касается, проверить. Здрасте, а то оно за стены не приползет. Нет, я говорю, они за стеной, как же их проверишь? Ну, вот, да, вот. Там, я не знаю, не дай бог, там, какое-то раковое заболевание. Очень полезно понимать, как тебя пытаются лечить, да, и вот что помогает, что не помогает, да, там, скажем, важность. То же самое, да, когда мы пытаемся лечить рак, там, химиотерапией, то клетки опухоли приобретают устойчивость за счет мутаций. Да, почему, вот, курс химиотерапии пройден, вроде бы человек вылечился, через некоторое время опухоль начинает расти опять, а те же самые лекарства уже не помогают. Та же самая эволюция, да, мы убили клетки чувствительные, клетки, которые были чуть-чуть устойчивые, они выжили. У них пропали конкуренты, потому что внутри опухоли клетки страшно конкурируют друг с другом, разные клоны с разными мутациями. Опухоль генетически неоднородна, там есть разные клетки с разными мутациями, там кто-то делится быстрее, кто-то делится медленнее. Чувствительные клетки обычно делятся быстрее, потому что устойчивость штука не бесплатная. Устойчивые клетки делятся медленнее, в норме они задавлены. Когда мы принимали лекарства, мы убили всех чувствительных, чуть-чуть устойчивых осталось, уже опухоли никакой нет, осталось просто несколько клеток, но они будут предшественники для следующей стадии. Тоже чистая эволюционная вещь. Поэтому, в частности, так важно, скажем, своевременная постановка диагноза и своевременный начало лечения. И чтобы сразу лечение было адекватным, чтобы это были не одно лекарство, а коктейль, я не знаю. Я не медик, я не даю медицинских советов в этот момент, я просто говорю, что очень полезно понимать, как устроена биология и эволюция, чтобы принимать стратегические решения уже про себя. Вообще в наше время есть такие страшные слова, вот как рак, есть еще ВИЧ, СПИД, все то, что пугает, сейчас коронавирус, допустим, пугает людей массово, но мало кто в них что понимает, и поэтому много мифов вокруг всех этих понятий ходит и бродит. Ну вот, опять же, сейчас очень модное появилось в рекламе такое выражение, что у нас есть там противовирусный препарат. Это вот что вообще такое? Скажите. Обычно это фуфлоферон. Ну вот, значит, они есть очень разные. То есть есть, смотрите, значит, вирус это, ну, фактически просто нуклеиновая кислота, да, он как бы неживой. Это там одна молекула, которая определяет наследственность этого вируса, собственно, ну, душа его там сидит, да, и несколько белков оболочки, все. И вирус начинает жить, когда он попадает в клетку. Он переключает управление клеткой с производства того, что клетке нужно, на производство новых копий вируса. И опять, это все началось не сейчас, да, это все было там очень давно. Вирусы существовали там всегда. И есть там клетки выработали, там организмы выработали какие-то средства защиты с вирусами, да, там очень интересная биология, как клетки обороняются от вирусов, и бактериальные, и растительные, и там животных. Да, вирусы есть у всех. Вот. Соответственно, можно пытаться вмешиваться в эти механизмы, делать их немножко более эффективными. Значит, такие лекарства есть, они, ну, там иногда помогают. Там, скажем, если говорить про ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, который вызывает синдром приобретенного иммунодефицита, да, чтобы понимать слова, СПИД — это болезнь, а ВИЧ — это вирус, который вызывает эту болезнь. Да. Вот. Значит, там есть сейчас, на самом деле, довольно хорошие коктейли, то есть довольно хорошие вот комбинации лекарств, которые позволяют этим людям жить полноценной жизнью долго, ну, фактически у них продолжительность жизни не уменьшается, и без тяжелой побочки, да, то есть сейчас это перестало быть вот такой ужасной страшилкой. Все равно не надо этим, так сказать, заражаться, вот, но, тем не менее, это не приговор, как это было там, когда эпидемия только начиналась. Там лекарства, которые используют особенности биологии этого конкретного вируса. А кроме того, есть куча... Это как бы хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что есть нечеловеческое количество всякой ерунды ужасной. Да, есть гомеопатия, что есть просто чушь. Есть то, что называется релиз-активные препараты. Вот мы судились недавно с производителями этих релиз-активных препаратов, потому что мы сказали, что они... Чтобы еще раз не судиться, я не скажу, не повторю, что мы сказали. Вот, значит, холдинг «Материя Медика» производит чистую гомеопатию, при этом они на своих лекарствах не пишут, что это гомеопатия. Там, чтобы понять, что в одной таблеточке нет ни одной молекулы действующего вещества, надо очень внимательно прочитать то, что написано мелким шрифтом, не забыть одно на другое умножить, там это тщательно замаскировано. Значит, это просто все. Это там сахарный шарик, там вообще нет действующего вещества. Это страшно процветающий холдинг, да? Там какой-нибудь аноферон, который продается во всех аптеках. Вот это есть чушь. И там, ну, какие-то другие, я не знаю, я не безумно глубоко в это залезал, но есть какие-то вот, там то, что рекламируется, обычно все-таки ерунда. Ой, этот самый акцилококцинум. Прелесть. Из печени какой-то утки произведены все... Значит, сейчас берем печенку одной единственной утки, одного экземпляра утки. Не вид утки, не там фабрика уток, а просто один экземпляр утки. Берем у нее печенку, разводим в 10, не помню в какой степени раз, и получаем все таблетки акцилококцинума, которые продаются во всех аптеках всего мира. Какая большая печень была у этой утки. Она, видимо, нарушала... Закон сохранения печени, да. Да, закон сохранения печени. Вот, значит, ну вот это все, там тысячи людей покупают за безумные бабки эту хрень. И, скажем, ну когда мы говорим там про банальную простуду, и человек там пытается какой-то вот гомеопатией от этого лечиться, ну, слава богу, да, от этого ничего ужасного не произойдет. А если, скажем, опять-таки, не дай бог, там начинается какая-то онкологическая проблема, и человек вместо того, чтобы действительно быстро-быстро начинать адекватное лечение, которое в очень многих случаях помогает, там, не всегда, но... Вот, значит, вот он начинает там, значит, использовать всякую хрень, доводит до четвертой стадии, когда уже сделать ничего нельзя. Тут есть оборотная сторона, да, есть проблема с состоянием нашего здравоохранения в целом, потому что доктор-гомеопат, он внимательный, он тебя выслушает, он выслушает все твои проблемы, он тебе напишет индивидуальную схему лечения на пяти страницах с приемом там по часам, если не по минутам, значит, вот этих разных таблеточек, да. Пациент понимает, что им занимаются. Там доктор в клинике, доктор в клинике, он поднимает глаза, говорит угу, и потом начинает заполнять 147 форм. Половину на бумаге, половину в компьютере. И ясно, что люди сбегают от этого. Это как бы... нельзя даже им говорить, что они неправы в каком-то смысле. Вот, и возвращаясь к вопросу, который Соня задавала, почему этим надо заниматься? Ну, во-первых, потому что то, что я сейчас сказал, нужно, чтобы кто-нибудь произнес. Да, ну, просто чтобы люди это услышали. Это как бы первая вещь. Вторая вещь, что наука, фундаментальная наука, эта штука довольно дорогая, и при этом непрерывных таких вот простых, понятных, быстрых плодов она не приносит. Ну, за редкими исключениями. То есть ясно, что в целом, вот как общественный институт, она себя окупает миллион раз. Но, скажем, понять, какое конкретное исследование через 10 лет превратится в лекарство или в гаджет, или во что-нибудь, очень трудно. И общество содержит фундаментальную науку, ну, так в идеальной ситуации, сейчас я немножко рисую светлое будущее, но тем не менее, да, общество содержит фундаментальную науку, как общественный институт, потому что это вложения окупаются. Но это надо объяснять. Да, логично. И это часть общественного договора. Да, вот мне, так сказать, дают деньги на исследования, я, во-первых, отчитываюсь теми результатами, которые я получил, что мы узнали нового про мир. Ну, во-вторых, я должен объяснять, что я, собственно, делаю, и почему это хорошо, и почему это интересно, почему это полезно. На этом сделаем первый рыв уже на полторы минутки, вернемся. Продолжаем разговор с нашим гостем. У нас сегодня Михаил Сергеевич Дельфант, российский биоинформатик, доктор биологических наук. В скобках так приятно, молекулярная биология, да, но вот мы как раз больше про биоинформатику говорили, именно то, что молекулярная биология в силу своей сложности как бы уже переселилась на экраны компьютеров в большей части, да, и достигает успехов именно там. Ну, вот вы им сейчас обидно сделали. Опять обидно сделали. А что такое? Молекулярно... А, их тут нет, нет, нормально, можно. А, я им обидно сделал. Им обидно сделал, нормально. Да, переживут. Нет, мне это как раз хорошо. Ну, смотрите, нет, опять, я бы не стал так разделять вот молекулярную биологию в информатику, это все-таки мы делаем как бы одно и то же, и там хороший проект устроен так, что там есть экспериментальная команда, есть компьютерная команда, и проект обсуждается с самых первых стадий. Вот не то, что они там что-то померили, а потом мы что-то посчитали. А с самого начала, вот сам дизайн эксперимента строится с пониманием того, как потом эти результаты будут обрабатываться. И тогда это работает хорошо. У меня вот тут такой вопрос по поводу о том, о чем мы говорили до перерыва, почему нужно давать людям знаний больше, почему люди должны вникать в это все. У вас во время лекции в галерее прогресса были цитаты наших деятелей, государственных деятелей, как-то сказать, церковных деятелей. Да, у нас есть огромное количество людей, которые транслируют с телеканалов такую мысль, допустим, что ВИЧа не существует, и это берется от, не знаю, греха или от чего-нибудь еще в этом духе, от того, что вообще болезни все придуманы. Нет, ну второй вариант, который широко распространен в прививке, делать детям нельзя, от этого все беды, и куча детей, которые сейчас, вот я смотрю, болезни мной забытые, за мою жизнь опять возвращаются, и у нас уже там какая-то скарлатина появляется, про которую я, честно говоря, уже забывать начал. И тоже вот целое движение, что детей на прививке не водит. Сложно, я не знаю, понять, что двигают этими людьми, особенно вот как раз церковными деятелями. А церковными деятелями двигают, не знаю. А про антипрививочников понятно, это легко. Это тоже могу догадаться. Меня больше интересуют именно государственные деятели, которые говорят заведомо странные вещи. Это же немного похоже на войну, то, что происходит сейчас в области популяризации науки и вообще всех этих мифов и антимифов. Это, на самом деле, хороший вопрос. Спасибо. Тоже там одна из моих любимых тем, поэтому сейчас еще раз монолог будет. Значит, смотрите, вот там какие-нибудь там 70-е, 80-е годы, ну, 60-е, 70-е, скажем, когда был такой романтический период, вся популяризация науки, это был рассказ про то, какая наука замечательная. Как это интересно, как она там сейчас нам поможет решить все проблемы, как мы сейчас с помощью науки полетим на Марс, вылечим все болезни, ну, или там почти все. Но вот это был такой безумно позитивный, значит, и запрос, и посыл, да. А что плохого в этом позитиве? Нет, это замечательно, это очень хорошо. И это сохраняется, конечно, в значительной степени. А вот, значит, новость каких-то последних лет, причем это во всем мире, это не только в России, что оказывается, что популяризацией надо заниматься еще и в виде вот этих аргигардных боев, да, когда на науку нападают, причем иногда прямо нападают, ну, там есть какие-то персонажи, которые там говорят, что всех ученых надо расстрелять. Ну, это как крайний случай, да, это патология. Но тем не менее, да, когда там какие-то целые телеканалы, транслируют какую-то ужасную хрень, когда государственные деятели и общественные деятели несут еще более ужасную хрень, на самом деле, потому что от них еще какие-то решения зависят. И вот в этой ситуации оказывается, что популяризация должна быть в каком-то смысле агрессивной. Да, что надо вот... И это мало кто может, потому что это, на самом деле, там нормальные ученые, они друг с другом разговаривают очень жестко. Вообще наука очень жестокая вещь, на самом деле. Вот. Но у меня есть какие-то правила игры, да. А, скажем, когда я стал заниматься вот каким-то там большим количеством поляризации, и там еще, особенно когда там какие-нибудь телешоу или что-нибудь вот такое, совсем такие жанры низкие, там, ну, вот приучаешься к каким-то приемам, ну, в каком смысле даже демагогическим, да. Вот там, если там я разговариваю с антигмошником, я понимаю, как его поймать, чтобы ему стало тяжело. Это будет не научный аргумент. Это будет, на самом деле, эмоциональный аргумент, да. Сейчас вам покажу, как это делается. Вот мы говорили про антивакцинаторов. Значит, как бы есть научный аргумент. Он состоит в том, что все опубликованные сведения о том, что вакцины якобы вызывают там аутизм, что-то еще, там есть длинный список, это неправда. Это было много раз опровергнуто. Были такие работы, и они были опровергнуты, отозваны. В общем, их в научном обороте не существует. Поэтому то, на что ссылаются эти люди, этого нет. Это история. Это научный аргумент. А второй аргумент бытовой, что да, бывают мелкие осложнения. Да, там температура повышается. Да, там календарь прививок надо соблюдать, не надо делать прививки в тот момент, когда у ребенка простуда. Да, и этой ситуации еще более тяжелая, качество прививок неочевидно, да. Вот я бы, скажем, я очень большой сторонник того, чтобы в Европе и в Америке не разрешать ходить в детские сады и школы непривитым детям, потому что они просто опасны для остальных. А в России я бы побоялся такую жесткую систему устанавливать, потому что у нас нет никакой гарантии, что эти прививки, значит, не сделаны на Малой Арнаутской, как Стаббендер говорил. И это вещь, в которой, вообще говоря, нужен общественный контроль, очень жесткий, да, за качеством лекарств вообще, и прививок в частности. А есть демагогический прием, который тоже, это тоже правда. Он стоит в следующем. Смотрите, что делают антипрививочники. Они говорят, ну, все же привиты. Мой ребеночек не заразится корью, потому что ни от кого, никто корью болеть не будет. А осложнений мы избежим. Да, ну, там температура может повыситься, там, не дай бог. Но потом бывают страшно редкие случаи. Ну, да, бывают случаи, когда прививки действительно вредны, когда бывают осложнения. Очень редко, но это бывает. Это гораздо реже, чем опасность заболеть, в этом смысле риски, все равно не соизмеримы. Но там один раз, надо, там, сто тысяч случаев бывает. Что делают антиваксеры? Они используют то, что привито большинство, потому что их ребеночек тогда не заразится. А, да, 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 понятно. А ребеночку, значит, ничего не грозит. Но если представить мир, где все... А теперь представим себе мир, где антиваксеров много. И вот мы имеем чудесную вспышку кори, которые сейчас в современном мире все время случаются. И теперь в чем состоит демагогия? Теперь я открываю пасть и начинаю орать на антиваксера, что ты, извините, мне запретили стучать по столу, ты жулик, ты фрирайдер, ты паразитируешь на всех остальных. И вот это будет демагогический прием. Но он сработает, опять-таки, получается, в данной ситуации. Да, ну или сработает, или не сработает. Дальше начинается. Там выкатывают какого-нибудь, не дай бог, ребеночка на коляске и говорят, что вот ему сделали прививку, он теперь на коляске. Скорее всего, это случайное совпадение. Более точно, наверняка это случайное совпадение. Но бороться с таким аргументом очень тяжело. Единственный способ – это выкатить другого ребеночка на коляске и сказать, а вот его вовремя не привили. И дальше начинается битва на колясках. Очень похоже на телевизор. А я и рассказываю сценарий телевизионного шоу. Это то, что мы с вами обсуждаем. У нас, на самом деле, есть вопрос от слушателя Виктора. Он спрашивает вот про туберкулез. Сто лет борются и никак не могут побороть. Почему так? Туберкулез в какой-то момент почти побороли. Значит, там причина в свойствах бактерии, значит, палочки Коха. У нее очень медленный метаболизм, она очень медленно развивается. Она очень долго может находиться в спящем состоянии, когда она, ну, замирая, да, там впадает в спячку в каком-то смысле. Так называется по-английски dormancy – спячка. И когда бактерия неактивна, на нее почти ничего не действует. Да, лекарства действуют, когда они попадают в активную бактерию, там что-то происходит, и в этот момент мы в это вмешиваемся. Если все стоит, она снаружи просто ничего не получает, и нету процессов, которые мы могли бы нарушить. Кроме того, там есть какая-то специфика, вот где эти бактерии живут, туда просто лекарством трудно добраться. И поэтому на самом деле действительно там, скажем, лет 20 назад схемы лечения были такие, что в общем людей пролечивали до конца, и там туберкулез проходил. А потом, вот сейчас появился лекарственноустойчивый туберкулез, причем не просто лекарственноустойчивый, а множественно лекарственноустойчивый, то есть который, ну, грубо говоря, ничего не берет. И источником его, по-видимому, являются российские, ну, не обязательно российские, там бывший Советский Союз, колонии и тюрьмы. Потому что, ну, просто если посмотреть на карту распространения вот этого устойчивого туберкулеза, то самый большой процент это как раз вот Россия, Казахстан, ну, вот, страны вокруг. Почему так получается? Потому что, смотрите, значит, человек попал в колонию, он либо уже, значит, палочка к уху есть очень много в ком. Ну, почти все, на самом деле, в каком смысле носители. Другое дело, что, опять-таки, она неактивна, она дремлет, ничего не происходит, никто никого не заражает, потому что никаких активных проявлений нет. Значит, то ли у него просыпается, значит, вот та палочка, которая в нем была, просто из-за условий. То ли он уже болел, ну, с какими-то мягкими симптомами, скажем, это было неярко. То ли он заразился в этой колонии, неважно. Его начинают лечить. Курс лечения туберкулеза, еще советский, а теперь российский, он длительный. Человек, слава богу, отсидел свой срок или там вышел по УДО. Контингент не самый замечательный. Он бросает лечиться, во-первых, потому что не до этого, во-вторых, потому что просто денег нет, да, ему централизованно никто не лечит. И случилось ровно то, про что говорил сэр Александр Флеминг. Мы начали курс, и не пролечивши до конца, мы его прекратили. Мы отобрали, мы отобрали, да, мы убили чувствительные палочки, но мы отобрали те, которые устойчивы. И когда это происходит раз за разом, да, как бы, так сказать, постепенно, вот мы выращиваем. То есть фактически это такой, в пробирках это люди делали много раз, да, если вы берете пробирку с бактериями и постепенно начинаете увеличивать дозу антибиотика, то вы за месяц можете сделать тысячекратную смертельную дозу, и они там будут отлично жить. Если вы им сразу налили вот эту тысячекратную дозу, померли все, если вы добавляли постепенно, они там будут замечательно жить. А теперь мы то же самое делаем только не в пробирке, а на целой популяции. То есть мы сами выращиваем свои болезни. Да, только не в пробирках, а на этих вот как раз большей частью заключенных, как я понимаю. Ну, это очень предуподобная гипотеза, потому что действительно, вот, просто видно, что Россия является, вот, в России частота вот этих устойчивых штаммов, устойчивых вариантов самая большая в мире. А то, что вот объяснение, которое я сказал, что это связано вот с недолеченными, людям, оно очень правдоподобное. Ее труднее строго доказывать, но это очень правдоподобно. Итак, как у нас осталось полторы минутки до конца, давайте анонсируем еще раз, что сегодня вечером в 5 часов Московская 36, главный корпус Вятгу, лекция, которая называется «Генетическая Санта-Барбара человечества». Михаил Сергеевич будет рассказывать про то, откуда мы есть пошли, и вообще, чья кровь в нас... Чьи мы будем, да. Чьи мы будем. Так, также напомню... С какого района, да-да. С какого района. Что Михаил Сергеевич приехал в рамках научно-просветительского тура информцентра атомной энергии Кирова, и, на самом деле, атомный центр к нам приходил, тоже они рассказывали, анонсировали все мероприятия, которые вот прошли на этих выходных и сегодня. И нужно выяснить возрастное ограничение этой лекции, которое будет сегодня в Вятгу. Для нашего любимого... Я могу сделать так, чтобы возрастных ограничений не было. Нет, ну как вам комфортнее, вот, допустим? Нет, по мне комфортнее, как у... Ну, хорошо, нет. Когда трехлетние дети... Ну, трехлетние дети, им, наверное, будет тяжело. Да нет, ну, в общем, все, кому интересна биология, уже нормально. Ну, то есть на одной из афиш ваших мероприятий, я вчера в школе прочитал, было 12 плюс написано, но это же ограничение связано с тем, что дети без родителей до 12 не могут прийти. Я не знаю, я не знаю этих историй. В принципе, опять-таки, если там молодому человеку интересно, то, в общем, не так важно, сколько ему лет, я ничего безумно сложного рассказывать не буду. И даже никаких безумно неприличных намеков не буду делать. Если будут дети, а если не будет, то посмотрим. Ну, мероприятие в галерее прогрессово 12 плюс маркировано. Вот. А там как по закону, это я просто не знаю. Ну, главное, чтобы у нас Роскомнадзор услышал, что мы сказали 12 плюс. Дорогой Роскомнадзор, не пойти ли тебе... Вот это уже говорит наш гость Михаил Гельфант. Михаил, спасибо большое. Вы исполняете наши мечты. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего. Всего приглашаем еще раз на прошлом лекции. Сегодня до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok